Беларусь готовится отпраздновать День народного единства. Масштабная программа запланирована на всю неделю. В начале большой автопробег. Акция охватит 118 районных центров. В местах сожженных деревень активисты установят памятные таблички с цифровыми QR-кодами. В этом году в стране намерены собрать 5 миллионов тонн свеклы и обеспечить не только внутренние потребности, но и экспортировать продукт за рубеж. Запасы сырья, по прогнозам, почти на четверть превысят прошлогодние, а значит, на выходе сахара будет больше – 600 тысяч тонн. В Беларуси сохраняются утренние и ночные туманы. Спасатели просят учитывать погодные условия. Снижается видимость, затруднено движение транспорта, увеличивается вероятность аварии. Могут также повредиться и оборваться линии связи и электропередач. Бобруйчане распространяли наркотики в столице. Один из них работал таксистом. Несколько доз обнаружили в салоне автомобиля и в холодильнике по месту жительства. Общий вес изъятого свыше 40 грамм. Молодые люди забирали крупные партии психотропа, фасовали и оставляли в тайниках. Социальные учреждения Бобруйска готовы к приему пенсионеров на осенний-зимний период. По вопросу определения необходимо обратиться в ТТСОН по месту регистрации. Услуга осуществляется как на платной, так и на бесплатной основе. Проживание может быть постоянным, временным до года или краткосрочным на месяц.